Добрый день или доброе утро, дамы и господа. С первой секунды пожелаю всем здоровья, кто пришел на наш вебинар. Онлайн решает. Интернет чуть ли не единственная возможность серьезного вдумчивого общения сегодня, коль уж границы закрыты, а в перемещениях мы все довольно ограничены. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала Прианру, и мы начинаем наш очередной вебинар. На весьма и весьма актуальную тему мы будем говорить сегодня о том, что же, собственно, происходит, что будет происходить на рынках недвижимости, как мы дошли, что называется, до жизни такой, насколько коронавирус и вообще вся история, связанная с международным нездоровьем, повлияла на рынок или рынок, в общем, и так каким-то образом пришел бы в текущее состояние. Вопрос этот обсуждать мы будем с моей коллегой, с замечательным профессионалом Ольгой Мюллер. Ольга, ну, помимо того, что это очаровательная женщина, Ольга специалист по инвестициям в недвижимость, Ольга член Королевской академии профессионалов недвижимости в Лондоне, МРИКС, Ольга управляющий партнер компании «Invest in Germany». Ну, слово «джомани» в названии компании есть, но инвестициями компания занимается не только в недвижимость Германии. Ольга, ну, давай, может быть, все-таки на «ты», тогда все-таки знаем друг друга давно. Ольга, ну, добрый день или в твоем случае уж точно доброе утро? Добрый день. Нет, у нас перевели часы, у нас уже день. День. С Россией, да, час разница. Час разница. Потому что мы еще переходим на летнее и зимнее время. До 2021 года нам предоставили такую возможность. Спасибо за то, что ты меня представил. Да, мы действительно уже давно знаем друг друга и имеем очень большой профессиональный опыт сотрудничества. Отлично. Ну, друзья, я напоминаю, что у нас есть чат, в котором Александр и Илгор, если я правильно уже прочел, поприветствовали нас. Мы тоже вас с удовольствием приветствуем. Будем рады любым вопросам, которые вы будете задавать. Постараемся по максимуму на них ответить. Ольга, ну, о том, что сейчас происходит на улицах Германии, наверное, чуть-чуть попозже, ближе к концу, мы уже поговорим. Все-таки, наверное, уже можно говорить о том, что сейчас на рынке недвижимости начался полноценный кризис. Твое мнение. Сразу так, с такого вопроса. Полноценный кризис. Ну, на самом деле, сейчас стадия затишья. То есть говорить о том, что кризис начался, я бы... Ну, сложно, да? То есть тут очень важно подобрать правильный термин. Дело в том, что недвижимость Германии, и вообще любая недвижимость, она имеет определенную цикличность. Что значит цикличность, да? То есть цены, они сперва находятся на низком уровне, потом они растут, потом они держатся, потом они опять растут, потом они падают, и в какой-то момент они падают еще сильнее, да? И заканчивается цикл. Вот мы сейчас находимся вот в этом моменте, что цикл заканчивается. Последние годы мы... Вообще все специалисты недвижимости Германии обсуждали такую особенность, что цикл затянулся. То есть обычно цикл идет 7-8 лет, да? И цены падают. А тут у нас 9-10 год пошел, и кто-то говорил, что мы идем на второй цикл, на второй круг пошли. Кто-то говорил, да нет, он сейчас обрушится, да? Но было все так спокойно и устойчиво, что никто не понимал, а какой же фактор может повлиять на то, чтобы цены пошли вниз. То, что они пойдут вниз, это было предсказуемо. Мы не знали только из-за чего. То есть какой фактор повлияет на то, чтобы цены или, скажем так, цикл закончился. Я даже не хочу сказать, что цены пошли вниз. Я бы называла это так, что цикл закончился. То есть, ну, на самом деле мы встречались с тобой в Германии в прошлом году. И действительно, вот, правую руку подниму и скажу, да, ты действительно тогда говорила, что так продолжаться не может, что, ну, рост цен, причем речь не шла о какой-то конкретной недвижимости, он слишком затянулся и слишком велик, и что рынок нуждается в некоем охлаждении. Но все-таки история с, ну, вот этим неприятным вирусом, это же, ну, абсолютно искусственное, в том смысле, что никто не знал, что что-то подобное произойдет, и ничего не могло произойти. Означает ли сказанное тобой, что если бы не коронавирус, случилось бы что-то другое? Может быть, в несколько иных масштабах? Но приблизительно это и означает именно то, что ты сказал сейчас, да, потому что, например, в сентябре еще мы с членом правления Центробанка Германии обсуждали этот вопрос, да, и уже тогда мы пришли к такому выводу, что будет какое-то внешнее явление, да, неожиданное внешнее явление, которое может повлиять, да, на течение обстоятельств. То есть это так называемый черный лебедь, в экономике этот термин используется. Но если мы говорим о явлениях кризисных, понятно, что сейчас в большинстве стран Европы, да и не только Европы мира, просто драматически сократилось количество сделок, просто потому что провести их практически невозможно. Да. Но при этом говорить о какой-то статистике рано, потому что, ну, еще, собственно, мы не вышли вот на тот этап, когда цены каким-то образом поменялись. Вот можно ли сказать, что вслед за практически полной остановкой активности по сделкам следующий шаг начнется, например, падение цен. Или что будет после этого? Ну, рано или поздно границы откроют. Ну, если мы говорим о Германии, да, я, наверное, сегодня именно затраю, ну, ограничилась именно Германией, мы можем, конечно, затронуть какие-то другие европейские страны, но если мы говорим о Германии, то здесь необходимости пока продавать или продавать ниже стоимости ни у кого нет. Да. На данный момент мы еще не достигли этого этапа. Сейчас, правда, вводятся уже меры по поводу, например, или обсуждаются меры, чтобы защитить арендаторов, да, чтобы им не расторгали договоры, чтобы им предоставлять отсрочку по оплате аренды. Также, естественно, есть большие экономические влияния. Вот только что сейчас смотрела новостную ленту, да, и увидела, что суммы вливания денежных, которые были назначены или выделены на прошлой неделе, да, они увеличились практически в два раза. Я, кстати, попрошу в чате опубликовать в контакты все Ольги, потому что, ну, после вебинаров обычно есть некоторые вопросы, которые там в чате и в ленте обсуждать не хочется, и можете в частном порядке с Ольгой потом связаться. Ну, вот все-таки, вот сейчас спрос, если мы говорим про спрос такой вот буквальный, на нуле в том смысле, что люди не могут или очень неудобно завершить сделку или тем более даже сделать это удаленно, ну, кто-то единично может это сделать, но в основном люди просто все ждут, зажались. Так означает ли это, что спрос на недвижимость падает? Или все-таки это немножко иная история? Ну, если даже мы сравниваем, например, с тем, что было там в 2008 году. Ну, любое кризисное время, да, или конец цикла, он связан с периодом затишья. Да, это как вот мы когда дышим, да, у нас вдох, пауза, выдох, пауза, да. И, соответственно, есть период затишья. Мы сейчас находимся в этом периоде затишья. Это совершенно нормально. В 2007-2008 году это то же самое было. То есть это всегда инвесторы, они присматриваются к предстоящим изменениям. Им нужно по-новому сориентироваться. Поэтому сейчас и связано вот это такой период, что сделки не проходят. На самом деле дистанционно сделки, ты правильно сказал, могут проходить, да. То есть это все уже давным-давно придумано и сделано, да. То есть не обязательно лично присутствуют. Конечно, крупные сделки, большие сделки, они требуют личного присутствия, но хотя бы потому, что это большая ответственность, да. Вот. А такие средние, назовем так, инвестиции, для этого не нужно. Они лично присутствуют. Можно это с этим сравнивать с 2007-2008 годом, да. Ну хорошо, вот если мы посмотрим на именно текущую ситуацию в моменте на рынке недвижимости Германии, разделим на две части. Одна история это вот незначительные инвестиции и вообще покупка, продажа квартир. Ты сказала, что, ну по большому счету у владельцев нет никакого стимула сейчас свою недвижимость продавать или тем более снижать цены. Можешь немножко пояснить эту мысль? Необходимость продавать недвижимость, она существует в тех моментах, когда есть острая нехватка финансов, да. Или, например, это один пункт, или, например, какие-то изменения происходят с финансированием. Или у тебя заканчивается финансирование, или банк дает не те условия, на которые ты рассчитывал. В такие моменты… Или ты построил объект и не можешь его реализовать и продать. В такие моменты у тебя есть необходимость, то есть у тебя есть давление, чтобы продать эти объекты. Сейчас мы не видим ничего подобного на рынке. Ну, то есть, если мы говорим, например, о квартирах, которые, ну, на немецких порталах выставляются, их не стало ни больше, ни меньше, ну, хотя, понятное дело, спрос мог каким-то образом снизиться, но цены особо никто переставлять не стал, все просто находятся в некоем ожидании. Ну, приблизительно так. Я, конечно, именно вот рынком квартир не так глубоко, да, занимаюсь. И, может быть, какое-то количество предложений сократилось, не могу сказать, не следила за этим, да. Но даже сейчас вот посещение квартир, просмотр, да, он ограничен. Ограничен, то есть, конечно, скорее всего, получишь от арендатора, да, или от собственника какое-то пожелание, что давайте перенесем нашу встречу, через месяц мы посмотрим, да, сейчас мы пока подождем, у нас карантин. То есть, думаю, что да, конечно, задержки с этим будут. В прошлом году, вот я недавно сейчас специально поднял статистику, цены на квартиры в Германии выросли, по данным Global Property Guide, на 11%, ну, с небольшим. Статистика есть у всех разная, но все равно 11, 10, даже 9, это цифра для Германии нетипично большая. Можно ли сказать, что, в общем, вот это охлаждение, ну, опять же, которое сейчас, естественно, можно связать с пандемией, оно имеет, может быть, и более глубокие корни? Это вот то, о чем ты говорила в начале, это завершение цикла. Да. Последние 50 лет недвижимость в Германии росла на 3% в год. В среднем, имеется, да. В среднем, да. И, соответственно, в прошлом году это был невероятно большой скачок. Но это, да, это был последний скачок, можно сказать, перед завершением цикла. То есть, тут законы экономики никто не отменял, и они работают до сих пор, несмотря на изменения, которые сейчас в мире происходят. Если мы говорим об истории с арендой, вот что, каким образом происходящие события рынок аренды могут затронуть? Известно, все-таки понятная ситуация, что очень у многих арендаторов просто возникают финансовые проблемы. Есть риск кризиса неплатежей. Что, во-первых, слышно в Германии на этот счет? И, по твоим ощущениям, как эта история может сказаться на рынке, хотя бы в краткосрочной перспективе, в ближайшие 2-3 месяца? Ну, вот, ближайшие 2-3 месяца покажут, что произойдет, да. Сейчас уже однозначно, что Берлин отказался от каких-то штрафных санкций по поводу снижения аренды, да. То есть, насколько мы помним, и кто следит за арендом в Германии, это была одна из основных тем, которые обсуждалось в конце 2019 года. Это ограничение арендной ставки и снижение ее к уровню предыдущего периода, да. Вот, сейчас это ограничение не отменили, но, во всяком случае, отменили высокие штрафные санкции. То есть, если кто-то не будет этого соблюдать, то никаких штрафов не последует. Также, как я говорила, то есть, хотят ввести возможность законодательно ограничить, ну, хотя бы на этот период, да, ограничить право арендателя расторгать арендатору договор за неуплату. Потому что на данный момент в Германии следует, следующее правило действует, да, потому что, если два месяца аренда не платится, то появляется экстренное, скажем так, или преимущественное, или особое право расторжения договора аренды. И, соответственно, то есть, вот, чтобы это избежать, думают ввести законодательные изменения. Сегодня я уже в сводках видела, что крупные арендаторы, такие как Mediamarkt и Saturn, с 1 апреля не будут платить аренду. К нам в нашу управляющую компанию уже тоже поступали такие заявления от некоторых арендаторов, что они не могут платить аренду или могут платить, там, 10-20% от арендной ставки, да, то, что у них определенные сложности. Тут мы, конечно, обращаем внимание арендаторов и говорим, что да, мы готовы этот вопрос обсуждать, но вы должны нам доказать, что вы сперва используете все возможные дотации и субсидии, которые вам предоставляет государство. Потому что это не должно ложиться только на плечи собственника, этот кризис, да, это в первую очередь государственная задача его разрешить. И поэтому первостепенное у нас требование, это чтобы арендаторы сперва обратились к государству или к земле, да, и к вышестоящим кассам. Да, на пополнение. В первую очередь будем говорить, да, обороты будут падать, да, поэтому тут особо какого-то дополнительного доказательства не требуется. И если магазины закрыты, да, то есть если есть законодательный акт, который говорит, что магазины должны быть закрыты, они не могут работать из-за коронавируса, да, у нас на данный момент только продовольственные магазины открыты, то, соответственно, какие еще доказательства нужны? Рестораны, магазины, кинотеатры, театры, все это закрыто. Если мы с тобой поговорим не о жилой недвижимости, а о недвижимости коммерческой, ну вот ты уже сказала, первые сигналы поступили, но вот эти объекты, вернее площади под эти объекты, по твоим ощущениям, насколько они сейчас становятся востребованы, насколько они будут востребованы, насколько эта история будет меняться в ближайшее время? Давай уже перейдем к прогнозам. Понятное дело, что сейчас это дело неблагодарное, но от нас ждут в том числе и этого. Да, хорошо. Тут, конечно, арендаторы должны пересмотреть свои форматы, и, скорее всего, мы будем уходить больше, еще больше в интернет-торговлю. Почему интернет-торговля? То есть это даже связано не с тем, что сейчас все практически заказывают через интернет, да, чьи же самые продукты питания и другие товары. Это связано еще с тем, что есть такое понятие, что потребителю нужно проложить дорожку. Для того, чтобы он что-то делал, ему нужно проложить дорожку. И вот очень много потребителей именно в Европе, в Германии, они не прокладывали эту дорожку к интернет-торговле. То есть для них это была закрытая тема. Они шли по накатанной, да, то есть они по своим тропинкам ходили в свой магазин, в который они 30 лет ходят, вот они туда дальше ходили. Интернет, они знали об этом его существовании, но этим не пользовались, да. А сейчас они вынуждены этим пользоваться. То есть начинаются прокладываться новые тропы. И чем чаще они будут пользоваться, тем более естественно для них становится этот процесс. Скажем так, после того, как потребитель 7 раз, 7 раз заказал в интернет-магазине, для него это становится естественным. И за этот период, который у нас карантин, да, будет, скорее всего, по большинству, да, они и попадут вот в эту категорию, что из, ну, как вот их назвать, из той категории, которая была осторожна с интернетом, да, они перейдут в категорию пользователей. Это один момент, да. И второй момент, то есть вот площади или форматы магазинов, о которых мы говорили. То есть я предполагаю, что будет увеличение складских помещений, так как те же самые магазины, они, скорее всего, перестроят. Если они пойдут в ногу со временем, они перестроят свой формат, они увеличат складские площади, они предоставят людям, которые живут в их квартале, возможность такого, такой покупки, например, через онлайн заказывают товар, но его можно забрать в магазине. То есть по моей, ну, что бы я сделал, да, то я бы сделала окошки такие, да, через которые эти товары выдаются. То есть ты сделал заказ, ты оплатил его в интернете, но ты не хочешь дать, например, день-два, пока тебе его доставят. У нас нету курьерской доставки, как это, например, в Москве и Питере, да, что ты утром сказал, и вечером тебя доставили. У нас такого еще нет, то есть проходит какое-то время, это все делается через почту. И, соответственно, или ты сможешь забрать уже там пакет, который для тебя сформирован. Или другой вариант, то, что ведут вот курьерскую доставку, да, но курьерская доставка, она все равно контактная. Да, то есть бесконтактная доставка, я еще пока не понимаю, как она должна происходить, потому что даже сейчас, когда почтальоны приносят, да, нам не нужно расписываться, но ты где-то контактишь с ними. Да, то есть вот это вот такое мое видение, что все равно вот эта зона охвата, у каждого магазина есть своя зона охвата. Они же ее будут охватывать и дальше, да, то есть они будут и дальше ее обслуживать и работать на нее, но это будет по-другому происходить. Если мы говорим, вот тут уже Александр заметил, если мы говорим именно об инвестиционных моментах, вот означает ли это, что сейчас, если так можно сформулировать, востребованность, скажем, в складских помещениях будет больше и, соответственно, инвестиционная перспектива складских помещений будет выше? Инвестиционные перспективы складских помещений стоят в рейтинге номер, ну, в топ-3, да, уже последние пять лет. То есть это не новость, то есть это не влияние коронавируса, да, на то, что спрос в складских помещениях, но он сейчас еще больше станет, да, то есть он и так был высокий, а сейчас он еще и больше станет, то есть это проявляется, то есть что нам коронавирус, он вот это фильтры убирает, да, то есть он проявляет були и проявляет проблемы. И, соответственно, вот он нам помог еще раз осознать, например, что логистические площади, они будут очень востребованы, да. Хорошо. Если мы поговорим о других сегментах, например, продовольственный ритейл, показал ли, может ли сказать, что вот инвестиции в продовольственный ритейл или, вернее, в те объекты, которые требуются людям всегда, да, которые не закрываются, максимально надежны и максимально эффективны в данном случае, и вообще, какие объекты сейчас максимально интересны и стабильны и инвестиционны? Да, ну, продовольственный ритейл – это единственный ритейл, да, который не пострадал. И мои клиенты, они давно уже говорят, то есть это тоже не зависит никак от коронавируса, они говорят, что бы ни происходило, а кушать хочется всегда. Пока мы не перешли на другие типы питания, продовольственные магазины будут востребованы, да, и опять же, вирус это подтвердил, да, он и проявил тоже. И мы сказали, то есть что востребовано у нас, то есть мы сказали, это логистика, складские помещения, логистика, это продовольственный ритейл, да, и это и жилье, да, то есть жилье и в кризисное время показалось, что это один из самых надежных инвестиционных, одно из самых надежных инвестиционных. О каком жилье мы говорим? Мы говорим о том жилье, которое, ну, в Германии может сдаваться в долгосрочную аренду. Да, да, жилье, которое сдается в долгосрочную аренду, да. Но правильно ли я понимаю, что вот кризис неплатежей возможный, он на этом сегменте, ну, по твоим ощущениям, все-таки не скажется, потому что государство так или иначе придет на помощь, ну, изначально арендодателю, а потом арендатору. У нас, да, мы находимся в социально-демократическом государстве, да, то есть это говорит о том, что государство позаботится. Конечно, вопрос, насколько государство хватит. Но то, что будут поддерживаться и средний слой населения, да, и ниже, для того, чтобы они могли оплатить аренду, это однозначно. То есть эти дотации были и ранее, эти программы существовали и ранее, и сейчас они будут расширены, да, и я более чем уверена, что здесь у нас не будет каких-то изменений. Вот вопрос от Алексея, опять же, спланируется ли законодателями в Германии дать послабление для выплаты ипотечных кредитов арендодателям, которые не смогут выплачивать кредиты из-за отказа арендаторов, видимо тут арендаторов и арендодателей перепутано, ипотечных кредитов арендаторам, которые не смогут выплачивать кредиты из-за отказа арендодателей платить аренду. То есть... Я так понимаю этот вопрос, что собственники имеют кредиты, арендаторы не имеют возможности оплачивать аренду, и, соответственно, у собственников-арендодателей возникает сложность. Да. Уже сейчас некоторые банки официально озвучили то, что они будут делать срочки платежей. Насколько это отразится на всех банках, банки это частная, чаще всего, структура, я не могу говорить, но да, это форс-мажорное обстоятельство, и, конечно, банки тоже будут искать способы, чтобы поддержать своих клиентов в этой ситуации. Вот тоже был интересный вопрос от Александра. Александр, я увидел про модульную клинику, я чуть позже Ольге его задам. То, что мы говорили, Ольга, значит, жилье и продовольственный ритейл, это та история, которая, ну, в общем, посещаема, которая востребована, да, и, соответственно, для собственников это, ну, и та инвестиция, которая может считаться надежной, и этот пример доказал. Если мы говорим, например, про офисный сегмент, вот как с ним быть? Отлично. Офисный сегмент, его ожидают очень большие изменения, потому что сейчас многие работодатели увидели возможность дистанционного вообще сотрудничества и работы, и организации рабочих процессов на расстоянии. Это также, как вот я до этого говорила с покупкой в интернете, это тоже такой же принцип действия, да, страшно начать. Когда ты уже сделал первый шаг, и когда тебе вынужденно пришлось отладить эти моменты, что твои сотрудники находятся на удаленке, и ты должен организовать, ты должен докупить какое-то оборудование, тебе нужно посмотреть, что все программы работают, тебе нужно подумать, как ты будешь этот процесс контролировать, организовывать, да. Ты переходишь на какие-то онлайн-конференции, включаешь митинги, да, и так далее, да, и понимаешь, вдруг преимущество всего этого, да, и ты понимаешь, о, а тут же освобождается, допустим, время, или намного проще организовать. То есть, посмотрите, сейчас можно организовать онлайн-конференцию и собрать всех участников через интернет. Соответственно, у нас нету какого-то нагрузки на окружающую среду, то есть ты не едешь на машине, чтобы тебе там, допустим, в аэропорт приехать, да, и попасть на эту конференцию. Потом ты не летишь на самолете, опять же, не едешь на такси, ты экономишь время, но еще и нет нагрузки на окружающую среду, то есть насколько это становится экологично, да, то есть вот эта работа на удаленке становится, это, наверное, все то, что нас в будущем ожидает. И это, конечно, как следствие приведет к тому, что площади помещения, они будут сокращаться, они, наверное, получат совершенно какие-то новые форматы. Также мы увидим, если разрешусь, я продолжу, да, по поводу кувокинг. Кувокинг – такое модное явление, все модные явления, они не задерживаются надолго. Да, с кувокингом это я тоже предвидела, что так оно и будет, да, сейчас кувокинг уйдет, он будет уходить, и это будет связано с тем, что, конечно, кувокинг не может обеспечить изоляцию людей, достаточно изоляцию людей, то есть там все находятся в одном помещении. И если кто-то заболел, то есть до этого уже сотрудники, которые работали в кувокинге, мне об этом говорили, да, что у них есть такие опасения, они не могут в какой-то будке уединиться, да, им это неприятно, допустим, и вообще некомфортно работать в кувокинге, да, то есть хочется какое-то иметь свое личное пространство. То есть правильно я понимаю, что даже когда, ну, эта пандемия сойдет на нет, интерес кувокингам и со стороны инвесторов, и со стороны собственников, и со стороны инвесторов, и со стороны арендаторов естественным образом снизится, потому что люди будут опасаться повторения вот этой истории. Ну, со стороны инвесторов, я не знаю, потому что на инвесторов еще влияет очень пресса, да, то есть это еще зависит от того, сколько предложений находится сейчас на рынке, и насколько будет давление на прессу, да, чтобы спопуляризировать этот формат. Да, со стороны арендаторов однозначно уже сейчас есть статистика, что спрос резко сократится как на кувокинг, так и на кулевинг. Угу. Тогда еще про одно направление. Так, ну, хорошо, а если мы говорим о классических бизнес-центрах, например, ну, вот мы оценивали рынок недвижимости Германии в прошлом году, цифры строительства именно в офисном сегменте были весьма и весьма впечатляющие. Означает ли это, что теперь будет некая невостребованность такой недвижимости, или все-таки там через 3-4 месяца ситуация войдет, дай бог, в нормальную колею, и, в общем, инвестиции в офис будут столь же интересны, как там в конце прошлого года? Если говорить о классических офисах, да, то, скорее всего, они останутся, да, но каждой фирме потребуется, наверное, меньше площади, чем это было раньше. Вот интересно, кстати, с высотными зданиями, да, вот они сейчас все закрыты. И, наверное, вот здесь вот, на небоскребы, да, отразится коронавирус, потому что этот формат показал свою непрактичность в случае вот такого риска. То есть можно сказать, что если мы говорим про офисную недвижимость, результат, инвестиционная привлекательность ее, там, через 3-4 месяца, очень четко отразит тот факт, насколько успешно она сдавалась и функционировала вот в этот период. Да, да, это тоже, но мы еще должны понимать, что мы все равно не сможем спасти все предприятия, которые на данный момент работают. То есть у нас будет, конечно, увеличение банкротств на рынке, да, и, соответственно, будут освобождаться пустующие площади, то есть на данный момент в крупных городах практически нет пустующих офисных помещений, поэтому так и были востребованы новостройки в этом сегменте, но сейчас будут освобождаться. То есть или начнут, опять же, переезды, будут переезжать из большего в меньшее помещение, чтобы, во-первых, сократить расходы, да, и, во-вторых, увидев вот это преимущество удаленной работы. Поговорим еще об одном сегменте, о нем, ну, сейчас говорят с такой тревогой в голосе, это отели и это квартиры, ориентированные на краткосрочное проживание. Ну, с одной стороны, действительно, сейчас туристический бизнес встал в моменте, но можно ли из-за этого делать вывод, что там трех-четырех-пятилетние давности инвестиции вот в такого рода недвижимость оказались неоправданны? Или просто здесь какая-то другая логика должна быть? С отелями очень сложная ситуация на самом деле, потому что неизвестно, насколько затянется. У нас люди, они почему-то всегда подвержены страху. И вот это даже когда пройдет пандемия, да, коронавируса, вот этот страх, он все равно осядет, и люди будут меньше передвигаться, чем это было ранее. Я предполагаю, что это, наверное, процесс в ближайшие даже пяти лет, что отели будут страдать в ближайшие пять лет. И, скорее всего, отели не только туристические, у нас же есть еще бизнес-сегмент, да, у нас же есть не только туристы, которые пользуются отелями, а бизнес – это тоже очень большой слой. И особенно в городах, да, они тоже будут переходить в формат онлайн. То есть уже сейчас, я думаю, в будущем любая фирма, даже вот мы, например, уже все успокоилось, да, у нас нормально, все наладилось совершенно, вошли все в рабочий график, спокойные, нормальные. Но все равно ты несколько раз подумаешь, а как тебе организовать это мероприятие? Ты его онлайн организуешь через видеоконференцию, у тебя уже все оборудование есть для видеоконференции, да? Или ты поедешь навстречу этому, и, скорее всего, выбор будет на онлайн. То есть это отразится на отелях, то есть вот пользователей будет меньше, соответственно, какие-то сети начнут забанкротиться. Но я считаю, что это не так страшно, потому что отели очень легко перепрофилировать в другую недвижимость специального назначения, это недвижимость для проживания пожилыми людьми, да, то есть для дома, те же самые дома престарелых, да. Мы знаем, что продолжительность жизни в Европе, она увеличивается, количество пожилых людей, оно тоже увеличивается, и на данный момент нехватка таких площадей где-то 300 тысяч единиц. Это как раз отельный бизнес, вот эти здания, они смогут покрыть и перекрыть этот недостаток. Если власти будут содействовать в получении соответствующей разрешительной документации, я думаю, что бюрократические процессы тоже упростятся. То есть даже сейчас я вижу, насколько все проще стало, да, то есть вот в этот период сняли, можно сказать, все бюрократические требования предпринимателей, которые раньше существовали. Все-таки, раз уж мы заговорили о домах престарелых, то есть получается, из количествовых слов, что все-таки наиболее интересное, если мы говорим о Германии как вместе стабильном, то наиболее интересная и стабильная инвестиция, это та история, которая наиболее предсказуемая, наименее волатильная, если мы говорим о зависимости, волатильности вот этих внешних факторов. То есть вот те же самые дома престарелых, получается, лакомый кусочек. Да, да, да. Тогда такой вопрос. Значит, хорошо, все-таки еще раз подытожим. Туристическая отрасль показала риски. Ну, провал. Я бы, именно в туристической области это реальный провал, потому что если магазины, они откроются, то туда люди пойдут, туда тропинка-то, она уже проложена, да. То с отелями тут другая ситуация, их нельзя сравнивать с ретейлом. Склады более-менее на уровне за счет того, что... Да, они... Да, они... Окей. Жилье, если мы говорим о долгосрочной аренде, здесь, ну, принципы и правила примерно, ну, те же, что и раньше, да? То есть... И вот то, что ты сказала, недвижимость под колпаком государства, то есть там дома престарелых, муниципальные здания, вот эти инвестиции могут быть по-прежнему интересны и востребованы. Ну, про муниципальные здания мы еще не говорили, но ты, наверное, имеешь в виду, что я всегда говорю, что одно из самых надежных это муниципальные здания, потому что там самая ликвидная аренда, да, это государство или земля, или коммуна. Да, да, и эти направления, они, конечно, и в кризис... кризисно устойчивы. Ну, хорошо. Вот поскольку, опять же, если пробежаться по тем же самым сегментам, если какая-то недвижимость становится более рискованной, какой-то сегмент, и все это понимают, это означает, что в режиме онлайн, то есть в режиме реального времени, те же самые гостиницы, те же самые магазины или помещения под магазины непродовольственные, те же самые офисы должны дешеветь. Можно ли ожидать, что это произойдет? Если да, то на сколько? Хотя я понимаю, что любые цифры в данном случае – это история с очень многими неизвестными. Должны дешеветь. То есть, что будет с отелями? Тут, как я уже сказала, я ожидаю в сегменте отелей как уменьшение, то есть увеличение предложений, так и уменьшение спроса. И тут еще мы должны не забывать, что большинство объектов недвижимости, инвестиционных объектов недвижимости, они финансируются, и банк – это один из важных участников сделки, и они диктуют свои условия. То есть, банки и ранее не очень охотно финансировали отели. На данный момент я не знаю ни одного банка, который бы согласился профинансировать отель, новостроящийся, допустим, отель… В Германии. В Германии, да, с финансированием. То есть строительство отелей, то, которое началось, оно закончится, но новых проектов я не ожидаю. Ну хорошо, если вернуться тогда вот к истории, когда спрос сжался, когда во многих сегментах люди, как бы, опять же, зажались, перестали что-либо делать, вопрос тогда такой, что последует ли за этим снижение цен все-таки? На те же самые магазины, на те же самые апартаменты, на доходные дома? Или, в общем, этого ты не ждешь? Снижение цен будет, потому что мы находимся сейчас на низкой границе цикла. Мы от этого никуда не уйдем. То есть оно в любом случае будет происходить рано или поздно. То есть какое-то время рынок будет удерживаться, да, но снижение, оно последует. Снижение цен, оно последует еще и по другой причине, да, и дело в том, что наши арендаторы, от которых зависит рентабельность объекта, напрямую зависит рентабельность объекта, они не смогут в ближайшие годы, да, платить ту аренду, которую они платили ранее. Соответственно, рентабельность объекта будет снижаться или cash flow, да, то есть денежный поток от объекта будет снижаться, это будет отражаться на стоимости объекта. То есть сам фактор, рентабельность объекта, да, он будет, скорее всего, неизменной, потому что банки не планируют на данный момент, нет никаких предпосылок, чтобы говорить о том, что банки будут менять условия по финансированию, то есть они останутся неизменными. Но если один объект раньше давал доход, допустим, годовой 100 тысяч, да, то сейчас он будет давать 50 тысяч. Из-за того, что cash flow ниже, то есть стоимость этого объекта сократится, соответственно, в два раза. То есть вот о таком снижении цен мы можем говорить. Но обесценивание объектов не произойдет. Вот cash flow снижение в два раза, а снижение, ну, стоимости. То есть такой, может быть, наивный немножечко вопрос, но вот есть там магазин, в котором есть арендатор, допустим, там продовольственный магазин, там, эдако, не столь важно. Вот там 10-15-летний договор есть, понятно, есть много входящих факторов дополнительных, но могу ли я ожидать, что если этот магазин продавался, условно говоря, за 2 миллиона евро, там, 3 месяца назад, сейчас собственник будет готов снижать цену? Смотри, каждый такой договор имеет пункт, индексация называется. Индексация – это увеличение или уменьшение арендной платы в зависимости от индекса покупательной способности. В связи с тем, что у нас индекс покупательной способности, вероятнее всего, снизится, потому что мы видим покупательную способность падать, да, то тогда снизится и аренда, то есть тот самый cash flow. И это отразится на стоимости объекта. Да, его можно будет купить за меньшие деньги, но не потому, что там меньше арендный поток. А так, я еще хочу добавить, извини. А так, сейчас я вижу, что спрос именно на продовольственный ритейл увеличился в разы. Очень много заявок поступает не от русских инвесторов, я не имею в виду русских инвесторов сейчас, а именно международных и немецких инвесторов очень много заявок поступает именно на продовольственный ритейл. А со стороны продавцов, вот продавцы чего активизировались, продавцы чего начинают снижать цену? Ну, сейчас продавцы не активизировались, сейчас пауза идет, сейчас стоимость, я пыталась по некоторым объектам снизить стоимость. Понятно, ну то есть просто люди отходят в сторону. Безрезультатно. Люди отходят в сторону. Хорошо. Тогда предположим, как правильно сейчас ввести инвестору. Тут еще давай, вернее, давай так, немножко с другой стороны зайдем. Был вопрос, он имел отношение именно в основном к россиянам, сейчас я уточню его. О, ожидаете ли вы, ну, если я правильно помню, кто-то из наших зрителей написал, если уточнение, если я неправильно сейчас сформулирую, пожалуйста, напишите еще разочек. Суть была в том, ожидаете ли вы роста числа продаж со стороны россиян, собственников, которые столкнулись сейчас с ростом курса евро. Сейчас евро стоит около 90, два месяца назад было 68, если мне память не изменяет. Вот эта история, в какой степени она может на чем-то сказаться? Ну, евро падает, рубль падает не первый раз, да, и опыт показывает, что ни разу не было роста продаж со стороны россиян. В Германии? В Германии, да. Также я хочу сказать, что россияне занимают очень низкий процент на рынке недвижимости. Они никак не могут повлиять на общую ситуацию на рынке немецкой недвижимости. И инвесторы, которые инвестируют в немецкую недвижимость, для них это долгосрочная инвестиция с целью защиты собственного капитала. И поэтому какие-то такие колебания именно валютного характера чаще всего на намерение иметь недвижимость в Германии никак не отражаются. Ну, хорошо, тогда посмотрим на всю ситуацию глазами инвестора. Предположим, ситуация у него настолько хорошая или в общем случае правильная, что он не хранил деньги в рублях, у него были счета в евро, и несмотря на то, что там, возможно, он зарабатывал в России или на Украине, и, соответственно, поток формировался в рублях или в гривнах, какая-то сумма в евро есть. Какую стратегию ему сейчас нужно выбрать, в зависимости, может быть, от типа объекта, от той суммы, которую он готов вложить? То есть нужно ли сейчас чуть-чуть подождать все-таки в ожидании снижения цен? На какие объекты цены могут снизиться и лучше ждать, лучше торговаться? Ну, то есть вот целый спектр вопросов, я думаю, общий пул их понятен, что может заинтересовать сейчас. Я думаю, что сейчас именно у российских инвесторов, у инвесторов, которые находятся не на территории Германии, появляется шанс получить объект своей мечты. Дело в том, что последние 2-3 года мы имели такую картину на рынке немецкой недвижимости, что до хороших объектов было не добраться российским инвесторам. То есть это очень редко, что российский инвестор мог купить какой-то вот востребованный именно продукт, потому что он уходил по своим, назовем так, да, то есть на местном рынке он распределялся, и вообще со стороны войти было очень сложно кому-то. А сейчас появился такой шанс, то есть так как все приостановили, да, свою инвестиционную активность и находятся в стадии выжидания, можно воспользоваться этим и купить эти объекты. Также опыт 2007-2008 года показывает, да, что я вот с инвесторами, которые тогда инвестировали, я неоднократно обсуждала эти темы, да, и они все заявляют, что вот в те года они сделали самые выгодные объекты, и самые лучшие объекты именно по качеству, да, были приобретены именно в период кризиса. Поэтому я бы сейчас вот рекомендовала, настоятельно тоже рекомендовала воспользоваться сложившейся ситуацией. Что касается сегментов, я думаю, что мы сегодня достаточно подробно обсудили, да, и они должны, конечно, соответствовать будущему, да, а не прошлому. Время меняется, то есть мы не придем уже к той точке до пандемии, то есть это будет новое время, это нужно осознавать. Вот вопрос, Алексей, а почему именно у российских инвесторов появился шанс? Просто потому, что там россияне склонны... Нет, я сказала, не только российские инвесторы, а еще инвесторы, которые за территорией Германии находятся, то есть это могут быть и англичане, и израильтяне, и кто угодно, да, это именно те инвесторы, к которым нет такой упрощенный доступ к объектам, да, у которых нету таких вот выстроенных многолетних связей с продавцами. Ну, то есть, если сейчас сами немецкие инвесторы, то есть те инвесторы, которые имеют, условно говоря, там, ну, назову таким, не совсем, может быть, красивым термином, право первой ночи, да, вот, из феодализма, да, вот, они сейчас немножко ослабляют хватку. Ну, да, где-то. Ну, то есть, они сейчас ослабляют хватку или просто немножко... Они паузу держат. Почему? А вот, да, тоже немножко странно, то есть они как бы не столь уверены в своем собственном рынке? Это связано не с уверенностью в собственном рынке, это связано с тем, что есть другие задачи, которыми нужно перестепенно заниматься, да, то есть, каждая фирма сейчас... Фирма работает больше не для... не по направлению, да, то есть, последний месяц все фирмы, они подстраивались под измененную ситуацию, и это требовало времени. Ну, вот, в продолжение вопроса, что если там немцы держат паузу, может быть, россиянам тоже имеет смысл тоже так немножко выждать. И все-таки, вот, ключевой вопрос, ты говоришь, что цены просядут, где найти тот баланс, чтобы, с одной стороны, успеть купить объект, к которому доступа у меня не было сейчас, и, может быть, не будет там через 4-5 лет, а, с другой стороны, купить его по той цене, которая через 2 месяца может оказаться более выгодной, чем сейчас. Тут надо более активно торговаться, ну, не в таком, может быть, не в рыночном смысле, но, по крайней мере, в переговорном. Ну, тут надо нисколько активно, сколько аргументированно торговаться, да, и объяснять именно, что турк, а он взаимосвязан с арендным потоком. И если есть риск уменьшения арендного потока, да, и уменьшение на сколько, то есть, это нужно, соответственно, просчитать и предположить, да, сделать какой-то определенный прогноз, то и аргументировать продавцу, что он не может, соответственно, свой объект продавать по этой стоимости. Угу. Вот был вопрос, ну, он был такой частного характера, кто-то из наших зрителей, ну, предлагал свои услуги по постройке, там, модульной больницы и так далее. Ну, я немножко его расширю, да, вопрос вот в чем. Сейчас разрешение на строительство, вообще строительная сфера, вход в строительство, насколько могут быть интересны или более рискованные? Если мы не говорим про отели, про отели ты сказала, ну, вот в целом, инвестиция в этом направлении, насколько сейчас может быть интересно? Если говорить про строительство, то, с моей точки зрения, сейчас количество строек, оно сократится, да, и, соответственно, вот этот невероятный рост стоимости строительных работ, который у нас был последние годы, он тоже ослабил. И это, конечно, преимущество, то есть сейчас будет строить, соответственно, проще, потому что раньше у нас была такая ситуация, что надо за два года было уже искать строительную команду, бригаду, подрядчик, генподрядчика, да, который реализует твой объект, сейчас будет попроще, то есть с этим. И так же я действительно ожидаю сокращения бюрократических требований со стороны государства. И это должно отразиться и на строительство в том числе, потому что Германии нужно поддерживать экономику, если у нас будет и далее существовать такая бюрократическая система, которая на получение разрешения на строительство требуется там по закону три месяца, фактически до года, да, то экономику поднять Германию будет быстро крайне сложно и восстановить. Поэтому, конечно, тут будут какие-то меры предпринимателей. Если говорить о модульном строительстве, то я как оценщик всегда с небольшой осторожностью отношусь к этому, потому что нужно понимать, что срок эксплуатации зданий модульного строительства в два раза меньше, чем классического строительства, и, соответственно, там должны быть совершенно другие денежные потоки, там должна быть совершенно другая, ну, финансовая структура, да, то есть чтобы этот проект был окупаемый. А так как я знаю, что модульное строительство ненамного отличается в стоимости, да, чем классическое строительство, или не настолько хорошо отличается в стоимости, чтобы погасить вот этот недостаток сокращения срока эксплуатации в два раза, то я предпочитаю больше классическое строительство. Я уже не говорю о технических недостатках, которые с этим связаны. Окей, ну и тогда у меня еще следующий, наверное, такой блок вопросов. Если мы говорим о Германии, в Германии все понятно, да, но вот в самом начале был вопрос, он тоже весьма частный, но от частного можно перейти к общему. Если были, скажем, инвестиции во Франции, не имеет ли смысла сейчас перекинуть их, скажем, в Германию? Мы видим, что разные страны в разных частях света очень по-разному реагируют на вот это несчастье, которое на всех на нас свалилось. Если мы смотрим на Испанию, на Грецию, на Болгарию, на страны Восточной Европы, инвестиционные перспективы, они всегда были разные в разных странах, но вот сейчас на что стоит обратить внимание? Если мы говорим о странах, если мы говорим о сегментах? Ну, конечно, нужно обратить внимание, в том числе, на отношение правительства к данной ситуации, потому что мы сейчас, смотрите, у нас раньше, мы всегда говорили, что стабильность в Германии – это одно из основных преимуществ этой страны. И вот этого фактора стабильности мы сейчас лишились по всему миру, да? То есть вот стабильность, а стабильность – это, соответственно, тот фактор, который влияет на уровень риска. То есть у нас уровень риска везде, по всему миру он увеличился. И нужно смотреть именно, как правительство реагирует, потому что политический вопрос, он тоже влияет на стабильность, то есть отношение политиков влияет на стабильность. И, соответственно, если политики справляются с этой ситуацией, то значит и уровень риска вашей инвестиции сокращается. Ну, то есть вот можно ли сказать, что, скажем, допустим, возьмем ту же Испанию, например, что по большому счету с поправкой на некую определенную южность страны, под южностью я подразумеваю то, что всегда считалось чуть менее стабильно, чем Германия, меры правительство там тоже принимает, соответственно, все то, что было сказано про Германию, то есть жилье в долгосрочную аренду перспективно, ритейл в той или иной степени, ну а там, условно, гостиничный и туристический сектор – это тяжело. Да, да, то есть все то, что было связано или сказано про Германию, можно перенести и на Испанию. Но, конечно, мы должны понимать, что в Испании гостиничный сектор намного шире, да, туризм там намного больше развит, и живут там экономика за счет этого намного сильнее, чем, если говорить о Германии, и как вот в Испании будет справляться гостиничный бизнес, я пока не могу сказать. Скорее всего, тоже нужно будет искать какие-то новые форматы, но я на эту тему еще не думала, поэтому ничего конкретного пока предложить не могу. Друзья, мы минут 5-7 еще у нас, последних там, несколько вопросов. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте сейчас самое время. Еще раз предлагаю контакты Ольги вывести в чат, я думаю, что если, ну чтобы потом по чату не искать, не бегать, сейчас самое время. Итак, все-таки, давай уже так немножко, подводя итоги, если мы говорим про твои ощущения, понятно, что там ты не врач, я не врач, но все-таки. Предположим, ситуация начнет незначительно улучшаться там в апреле, ну к концу апреля, к маю будет уже некое, ну по крайней мере не будет ухудшений дальнейших, и границы постепенно там будут открываться там в конце весны, начало лета, что это будет означать для рынка. Вот если мы опять же будем проводить параллели с 2008 годом, это мы будем находиться некоторое время в какой-то яме, сколько она может продлиться, если все-таки, ну история вот с пандемией, она будет иметь там полугодовую. Опять же, могу только ориентироваться на опыт, да, вот эта яма, она держится где-то от года до двух, то есть в среднем полтора года, да, то есть она вот продлится. То, что откроют границы, это не значит, что сейчас все ринутся и начнут скупать недвижимость или ту же самую курортную недвижимость в Испании, в Италии. Нет, этого не будет происходить, то есть инвесторы будут все равно осторожничать, да. Вообще сейчас будет переосмысление сознаний и сознание инвесторов в том числе, то есть совершенно по-другому будут относиться к вопросу инвестирования. Но факт остается фактом, что недвижимость как была надежным инвестиционным активом, так и осталась. То есть мы сейчас на фоне кризиса это очень глубоко видим, да, и это действительно, это видно, да, что недвижимость – это надежный и стабильный инвестиционный актив. Но это не тот актив, который ты можешь быстро освободиться, то есть в момент кризиса это надо переждать, да. Если золото ты можешь купить, продать, да, то недвижимость в момент кризиса ты продать не сможешь, но это твой актив на будущее, то есть это вот именно на протяжении, актив, который тебя сопровождает на протяжении твоей жизни. Ну вот вопрос от Екатерины. Я вижу несколько вопросов, сейчас как раз задам. Екатерина спрашивает, при сокращении туристического бизнеса, что произойдет со стоимостью курортной недвижимости? Стоит ли инвестировать в покупку дома, при том, что стоимость гостиничных номеров упадет? Если мы говорим о курортной, ну понятно, Германия не самое курортное направление, если же мы говорим о приморских курортах, хотя она на севере что-то есть, на севере Германии. Немножко у нас есть, но сейчас я как раз не думаю, что немецкая курортная недвижимость пострадает, так как немцы, они перестанут ездить, или меньше станут ездить в другие европейские страны, а будут именно по Германии путешествовать, поэтому я не думаю, что немецкая курортная недвижимость как-то пострадает. То есть это будет миграция за счет местного населения. Для потенциального инвестора, вот он даже, он изначально, может быть, немножко и для себя покупал, а, ну вот, например, что вы думаете про Прибалтику, уточнение было Екатерины, ну, условно говоря, она та же самая Юрмала, там, да, например. Про Юрмала мне тяжело что-то сказать, потому что это рынок, который зависит действительно от популярности, и от того, насколько ее хорошо рекламировать. Хорошо, слушайте, а давай-ка так, вот был у человека интерес к покупке квартиры, или, может быть, дома, или нескольких квартир на море, на таком классическом море, и, в общем, спрос был, он не испытывал иллюзии относительно там 8-10% нет, не нужны были такие цифры, там, 4-5% годовых после уплаты, вот, какие аргументы за и против сейчас ты можешь привести для такого покупателя? О чем ему надо подумать, что ему надо понимать? Ну, я бы, наверное, если я покупала бы курортную недвижимость для себя, я понимаю, что это курортная недвижимость для себя покупается, или как инвестиция. Нет, я думаю, что, нет, скорее как инвестиция, все-таки речь, я думаю, шла. Как инвестиция, да, курортная недвижимость покупается? Ну, тут я бы, наверное, обратила внимание на то, как реагируют власти в кризисных ситуациях, да, и, наверное, курортная недвижимость. Сложный вопрос. У меня такое ощущение, ты вот не хочешь сказать, ой, нет, не стоит, да, я просто, почему так спрашиваю, мы общались сейчас, и у нас будут вебинары на этой неделе еще несколько, разный взгляд, да, то есть, с одной стороны, говорят, что, ну, объективно, там, на 30, на 50, на 70, на 100 процентов в некоторых местах снижается загрузка отелей, что, с одной стороны, в моменте означает полное отсутствие выручки для конкретного инвестора, с другой стороны, для того, кто в будущем вот успеет сесть в пояс, да, и там в следующий раз поймет, когда правильно выскакивать, вроде как есть возможность купить тот же объект по существенно более низкой цене. Да. Вот как тут, это вопрос о риске и готовности человека к риску, или что-то еще здесь есть? Ну, действительно, курортная недвижимость находится в зоне риска, да, и мы уже до этого то есть говорили, и я сказала, что будут новые форматы, то есть, ее нужно переформатировать, то есть, мне пока еще непонятно, что это за форматы, и также, то есть, если мы говорим об Италии, да, или об Испании, то курортная недвижимость больше будет востребована у самого же местного населения, то есть, миграция по миру в том виде, в котором она была ранее, ее больше не будет, то есть, будет сокращаться количество передвижений, да, это, это урок, который... В перспективе год-два, в перспективе год-два-три, или все-таки, или там месяц-два-три? Ты знаешь, год-два-три, а потом привыкнут. Может быть, и дольше. Вопрос такой, возможно ли гостиничество и офисный сектор переводить в свободные площади в формат колливинга, и целесообразно ли это по твоим ощущениям? Гостиничный, офисный и в колливинг? Ну, вот колливинг, я сказала, да, что он, как и кубокинг, немножко потерял свою актуальность. Я бы, наверное, гостиничный сектор все-таки переводила в формат вот именно проживания для пожилых людей, вот в это направление ориентировался, и на самом деле очень много проектов, которые были заморожены, я знаю перевода именно гостиничных комплексов, находящихся в Европе, в курортных зонах, именно под это направление. Это будет востребовано. То есть, нужно переориентироваться, немножко нужно менять. Окей. Общий вопрос, но все равно, насколько среди вашего окружения люди действительно активно пользуются онлайн-торговлей в данный момент? У нас сейчас окружение сократилось, да? Я, конечно, нахожусь в офисе, но такого большого общения, как это было ранее, я сейчас не могу наблюдать. Я всегда, вот я лично, я человек онлайн-торговли. Для меня нет времени ходить в магазин, у меня нет желания. То есть, я уже давно перешла на онлайн-торговлю и очень рада этому обстоятельству, да? Но, а, вот, я вчера, не вчера, в пятницу, в пятницу звонила в один онлайн-магазин, который мне обычно доставляет продукты питания, биопродукты питания, но у них есть определенные сроки, когда нужно заказ оформить. Я этот срок, конечно, пропустила, и позвонила и говорю, можно, ну, вот, я пропустила срок, я вам надиктую быстренько, и вы мне посылочку то и упакуете и доставите. А мне сказали, нет, у нас сейчас такой завал, столько заказов, извините, вы, хотя у нас постоянный покупатель, но, пожалуйста, не обижайтесь на нас, но мы не можем на этой неделе взять ни один дополнительный заказ, так как мы все перезагружены, да? То есть, это говорит о нагрузке онлайн-торговли, да. Окей. Вопрос от Ростислава. Насколько тормозит сделку бюрократия в Германии? Вот ты сказала, что, возможно, сейчас, ну, нынешняя ситуация станет поводом что-то упрощать, да, но, как бы, находясь... Знаете, знаешь, то есть, тормозит не сколько сделку, сколько сделку бюрократии в Германии, сколько строительства. Вот новые проекты очень связан со многим бюрократическим процессом. Угу, угу. И это действительно иногда бывает и по пять лет, то есть, мне известны такие примеры, что из-за бюрократических моментов проект может пять лет стоять. То есть, за это время уже форматы поменялись, то есть, в начале проекта хотел там строить торговлю, а в конце проекта ты увидел, что торговля уже в этом месте не востребована, и перепрофилируешь это в жилье, да, то есть, вот такие уже процессы изменения за это время происходят. Окей. Друзья, ну, вроде как практически все вопросы обсудили, я просто сделаю пару объявлений, и потом, Ольга, тебе передам такое уже слово, некий вывод, да, из всего, что мы сегодня говорили. Значит, мы продолжаем наши сессии вебинаров, завтра у нас в 13.00 будет вебинар, вот, заходите потом на сайт, потому что нас еще ссылки подробной на него нет, мы поэтому не можем пока точно прямо сейчас отсюда на него перенаправить, но завтра в 13.00 он тоже начнется, когда придете на Приан, там и баннеры будут, и модули, и в новостях наших читайте, точную ссылку мы обязательно ближе к вечеру сегодня выставим, это раз. в четверг мы будем говорить о недвижимости Таиланда, у нас будет вебинар отдельный, пожалуйста, смотрите, о Турции, Таиланде и Болгарии мы будем говорить с нашими партнерами в пятницу, это, значит, тоже ссылочка отдельная будет, причем, я думаю, что на вебинары, которые в четверг и в пятницу, мы прямо сегодня, вот здесь, сейчас вам в чате скинем ссылку, Василий, про Чехию скажу сегодня чуть ближе к вечеру, возможно, уже завтра будет про Чехию информация, но, вот точно знаю, что завтра у нас будет Черногория, завтра будем говорить об Испании, по-моему, еще несколько стран, вот сейчас точно не скажу, в общем, бурно, сразу несколько стран мы будем обсуждать, вот ссылки уже приходят, Ольга, ну и в завершении все-таки такое обращение, еще раз призыв и некий вывод из всего, о чем мы с тобой говорили на протяжении часа. Ну, вывод один, уважаемые инвесторы, я вас прошу воспользоваться возможностью, которой давно, уже 10 лет не было, купить объект недвижимости в Германии по разумной цене и надежной, и которая вас сможет сопровождать на протяжении всей вашей жизни, поэтому подходите к своей инвестиции осознанно и учитывайте, что мир меняется и также это отражается на недвижимости, на ее форматах. Ольга, спасибо огромное, не пропустите Василий точно, мы сделаем проще, мы когда вот ссылка у нас будет опубликована, мы всем участникам вебинара, просто по электронной почте, которую вы указывали при регистрации на вебинар, просто пришлем информацию о всех наших следующих вебинарах, в том числе и о завтрашнем. Итак, дорогие друзья, Ольга Мюллер, компания Invest in Germany, эксперт по Германии, эксперт по инвестициям вообще в европейскую недвижимость. Надеюсь, на большую часть вопросов ответили, если на какие-то не ответили, вы можете Ольге задать напрямую их. Моя электронная почта, вот контакты с Ольгой Мюллер мы еще раз показываем в чате. Мой прямой контакт давайте я тоже напишу, если есть какой-то интерес, просто подшум приан.ру березин приан.ру вот обращайтесь. Андрей благодарит Ольгу, я думаю, что не только Андрей. Дорогие друзья, спасибо вам большое. Запись вебинара и краткий и краткий рассказ краткий рассказ будет у нас завтра опубликован на прианне, там же будет опубликована запись нашего вебинара. Вопросы, связанные с инвестициями, конкретные предложения Ольги, задавайте. Ну, а мы встретимся на прианне на вебинарах завтра. Еще прошу одну ссылочку скинуть, я думаю, что пока у нас есть буквально одна минутка. Видеопроект, который Ольга Мюллер вместе с порталом прианру сейчас проводит, это 25 лекций, вот, спецпроект, доходная недвижимость Германии, это монологи на наиболее актуальные темы, актуальные вопросы, весьма-весьма такие короткие ролики, 3-5 минут, ну, в общем, думаю, что там тоже вы можете почерпнуть много интересного. Ну, что ж, спасибо, друзья, и неизменное пожелание всегда, наиболее актуальное в эти дни, здоровья вам всем, да, берегите себя, к сожалению, жизнь несколько мешает нам встречаться очно, но будем пока встречаться заочно. Ольга Мюллер Invest in Germany, Филипп Березин прианру недвижимость за рубежом, встречаемся завтра, спасибо за внимание и до новых встреч.